Информационная табличка около деревни Сухарева гласит, здесь происходит деятельность по транспортировке и утилизации мусора. Действительно, на полигоне рядом с жилищным комплексом Катуар с недавнего времени появился ангар и отопительный комплекс, который вызвал у местных жителей ряд вопросов. Главный – экологический. Появилась здесь котельная с трубой, чем обеспокоены жители. С данной котельной происходят выбросы. Как утверждают жители, что на полигоне сжигается мусор. Руководство полигона утверждает, что сжигают, это отапливают помещения и только деревянные предметы. В данный момент мы приехали сюда, чтобы разобраться с ситуацией, что здесь происходит. До 2014 года на территории действующего карьера происходила добыча песка. После выемки образовался котлован, который в соответствии с действующим законодательством рекультивировали. Тогда организация, имеющая право на использование земли, запланировала возвести на полигоне горнолыжный курорт. Это еще один вопрос матищенцев. Где обещанный комплекс? Мы подготовили проектную документацию, пошли на согласование. Нам сказали о том, что, к сожалению, мы вам согласовать это не можем, так как здесь равнина. Для того, чтобы сделать горнолыжный курорт, нужно насыпать огромную гору. Для того, чтобы насыпать огромную гору, здесь не представляется это возможно в связи с тем, что находится Шереметьев, взлетная полоса. И здесь летают самолеты. Нам завернули данный проект. Организация с 2021 года стала официальным отходополучателем на территории Московской области. Сюда привозят строительный мусор, где он сортируется, перерабатывается и в результате получается вторсырье, которое идет на изготовление новой продукции или на утилизацию. Нужно отметить, что организация находится под постоянным контролем со стороны Минэкологии и работает на основании лицензии, выданной МинжКХ Московской области. Для того, чтобы мы осуществляли свою деятельность, нам необходимо было возвести ангар. Мы его возвели. И для того, чтобы было комфортно работать, нам его нужно было отапливать. Лучший вариант для того, чтобы это было и экологично, и для того, чтобы это было целесообразно экономично, мы выбрали котел Суворов-М. Котел выбрасывает минимальное количество отходов в окружающую среду, так как сотрудники завода закладывают только древесное топливо. Кстати, сейчас на предприятии работает около 15 человек, в том числе и местные жители. Строительством котельной занимался. Я принимал сам активное участие. И когда растапливали первый раз котел, сам же его и закладывал. Знаю, что топить его можно только деревом. Другие материалы никогда не использую. Данная печь предназначена для отопления вот этого ангара и строящегося будущего здания. Данная печь может работать на дровах, на пилетах, на брикетах, на трофенных углях. В данном случае мы используем отходы древесных материалов. Чтобы еще раз убедиться в экологической безопасности на территории, комиссия Управления экологией администрации городского округа в ходе проверки объекта подвела итоги встречи. К нами подготовлено направлено письменное обращение в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и Министерства экологии Московской области с целью проведения дополнительной проверки по факту законности осуществления деятельности на данной территории. В ближайшее время материалы будут переданы на рассмотрение. По итогам проверки жители обязательно ознакомят с результатами.